Исправно. Сегодня мы вспоминаем преподобных и читали заповеди блаженства. Эти заповеди очень интересны, в отличие от тех, которые весь веткий завет, церковь и сам Бог напоминает человечеству. Заповеди ограничительные. Многие, способствующие или говорящие о каких-то наказаниях за несоблюдение их, а вместе с тем, как, например, заповедь почтения к родителям, благословляющим, многолетием и счастьем, или настоящей радостью бытия людей. И, кстати говоря, об этом мы тоже очень часто забываем. А заповеди блаженства звучат вообще по-другому. Вроде как, понятное дело, человек должен какие-то нравственные моменты иногда терпеть. Чуть-чуть перейти через какие-то трудности. А уж если, как бы сказать, воспевать эти трудности, эти ущемления внутрь себя, казалось бы, ну неужели это может быть Богу приятно? А вот он говорит сегодня, через эти слова Божии, которые очень часто нам напоминанием через память преподобных даются в наше сердце для восприятия. Эти заповеди блаженства. Блаженство значит радость. Блаженство, это значит состояние, которому мы все стремимся, желая Царства Божия, потому что оно блаженное. Потому что там будет блаженство без всяких границ. Потому что и Бог безграничен. И любовь Его безгранична. И объятия Его невероятные и безграничны для всех, кто любит Его или жаждет этой любви. И вот эти заповеди звучат снова и снова. И мы часто привыкаем. Мы слышали это, Евангелие, сами себя говорили. Оно неоднократно уже касалось нас. Мы можем и запомнить, и выучить эти заповеди блаженства. А так, чтобы нам почувствовать, что если мы терпим это Богу, приятное или принято им, для того, чтобы мы имели вечную жизнь и блаженство в Царстве Небесном, так нам как-то это и на сердце не полагается. И умом нам тяжело все это дело принять. Поэтому, услышав это сегодня, еще раз и еще раз напомним себе, что все, кто терпит, крыщит Царство Божие, кто считает себя ниже других, кто страдает, кто милостив, кто терпит, над кем издеваются. При всем при том, что Бог любит своих и дает некое вдохновение, знаемое главное правило Божественной власти, что не дает никому, зная каждого лучше, чем сами мы знаем себе, или знают нас близкие, никому больше того, чем человек может стерпеть. Но все-таки и мир дает это не навсегда, и не всегда, навсегда. Поэтому и этими словами будем наседаться и памятью преподобных, которые для себя выбрали полное отстранение от блаженства житейского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!